Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Захарьяш продолжает вымаливать прощение у Лилии Четрару. Прости меня, если сможешь, мне очень плохо без тебя. Я очень сожалею о содеянном, я вёл себя как полный идиот. Лилия не хочет прощать Сергея. Ходят слухи, что её уже заинтересовал другой молодой человек. Вполне возможно, что это Фил Кострубов. О том, что Четрару недолго горевало, намекают другие участники. Маша Кахно пожаловалась своим подписчикам, что она страдает от душевной боли. Девушка не спит по ночам, плачет, но всё равно верит в лучшее. Алексей Купин вместе с Захарьяшем отправились в клуб. Майю Донцова он с собой не взял, потому что она недавно ездила на отдых. Девушка гуляла всю ночь и вернулась только утром. Майя считает, что Купин поступает неправильно. Он, наоборот, должен показать ей своим примером, что так делать нельзя. Недавно к Саше Черно пришёл новенький участник Денис Ковалёв. Саша дала ему понять, что у него нет шансов и она любит другого. У Дениса же большие планы. Он намерен найти на проекте свою половинку, увезти девушку в Хабаровск, взять дальневосточный гектар, построить дом и жить с семьёй. Сестра Захара Саленко просится на проект. «Я учусь в Москве. Думала прийти на проект, но брат против. У нас хорошие отношения, я его слушаюсь. Захар хороший брат». Подписчики осудили Катю Жужу за то, что она сделала с лицом своей дочери. Она ярко накрасила свою девятилетнюю дочь. Жужа оправдывается, что это была всего лишь шутка. Они накрасились ради смеха для халатной вечеринки, которую устроили с дочерью в номере. Ирина Донцова провела чудесные выходные в компании Дмитрия Лукина и его брата. Приятно посмотреть, как два разных поколения нашли общий язык. Майя рассказала, чем она зарабатывает на жизнь вместе с мамой. За периметром у девушки есть агентство по организации праздников. Саша Гозиас разболтала о беременности Ксении Бородиной. После ухода с проекта она успела сдружиться с Ксюшей. Её даже пригласили на день рождения Маруси Будаговой. Сама Бородина говорит, что не планирует детей. И откуда у Саши такая информация, даже не догадывается. Настя Алисова рассказала о том, что после свадьбы взяла фамилию мужа. Она не признаётся, что это за фамилия, но говорит, что красивая. И обещает постепенно ответить на все вопросы своих подписчиков. Настя вместе с мужем ведут активный образ жизни, много путешествуют. Они ведут свой видеоблог. Элина Камирен рекомендует новый интернет-проект Лизы Кутузовой. Она будет выпускать видеоролики, в которых звёздные мамы раскроют все свои секреты. Семён Фролов, как и Лиза Полыгалова, принимал участие в кастинге на новую фабрику звёзд. Прошёл он или нет, неизвестно, но Виктор Дробыш остался в восторге от его выступления. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.